Друзья, S&P 500 выдал бешеное дневное ралли и даже смог немного протащить за собой биткоин. Но рост снова на паузе, а судьба того, увидим и продолжение пампа рисковых активов и биткоин по 20 тысяч, или это ловушка для быков, будет решаться в ближайшие 10 дней. Что произойдет и чего ждать, давайте разбираться. Если вы следите за Коинпост в Телеграме, то знаете, что памп произошел на волне очень позитивной реакции инвесторов на пресс-конференцию главы ФРС Джерома Пауэлла. Он посчитал возможным снизить темпы повышения ставки уже на заседании 14 декабря, и это было очень долгожданной новостью. А чтобы вы понимали, насколько сейчас всесильным является мистер Пауэлл, приведу во мнение пока еще самого богатого человека в мире Илона Маска. Он призывает ФРС срочно снизить ставку, пока не случилась рецессия, и я не зря сказал, что Маск пока еще самый богатый человек в мире. Потому что если эта самая рецессия произойдет, мы можем столкнуться с распродажей акций Тесла, которые формируют основную часть его капитала. Тут важно вспомнить, что в этом году США уже находились в состоянии технической рецессии, но не признали ее, назвав ожидаемым замедлением экономики. А согласно данным ВВП за третий квартал, экономика снова показывает рост, и с одной стороны это отменяет рецессию и должно радовать Илона Маска. Но он смотрит в будущее и правильно понимает, что рост ВВП это на самом деле плохая новость, которая позволяет ФРС поднять ставку еще выше, чем они планировали. И Маск не одинок в своих опасениях. Вот выдержка из прогноза аналитиков JP Morgan, которые ожидают еще одно падение по S&P 500. Приведу тезисно. Мы понижаем наш прогноз прибыли на акцию по S&P 500 на 2023 год с 250 до 205 долларов на фоне ослабления спроса и ценовой политики, дальнейшего сокращения маржи и снижения активности по байбекам. В первом полугодии 2023 года мы ожидаем, что S&P 500 повторно протестирует минимумы этого года, поскольку ФРС ужесточает более слабые фундаментальные показатели. Еще до недавнего роста я публиковал в Телеграм еще один медвежий прогноз по американскому фондовому рынку от другого банка Morgan Stanley. И тут стоит отметить, что даже после недавнего роста в акциях этот прогноз все еще актуален, потому что он может рассматриваться как отскок на ожиданиях от смягчения политики ФРС. Рынок сомневался, будет ли данная новость, и не закладывал ее заранее в цену, но теперь она уже там. И возникает вопрос, за счет чего продолжать рост? То, о чем предупреждает Илон Маск и банки, также было в выступлении Джерома Пауэлла, а именно возможность повышения ставки до больших значений, чем было заявлено ранее, то есть 5% или даже выше. И если вспомнить отчеты ведущих компаний из S&P 500 и особенно их прогнозы на следующий квартал, то там может быть еще очень много разочарований для инвесторов, которое повлечет за собой новые распродажи. Например, такой же силы, как если мы посмотрим на статистику топовых компаний Tesla, Amazon и Meta за последние три месяца. Конечно, никогда нельзя верить прогнозам банков, да и Илону Маску на самом деле тоже, потому что на рынке все преследуют только свои корыстные цели. Поэтому дальше мы разберем возможные сценарии развития дальнейших событий, в том числе и разворот рынков прямо сейчас. А пока немного актуальной информации про новые криптовалюты. Концепция заработка Move to Earn остается популярной даже сейчас, поэтому сделаю важный апдейт по FitBurn, первому проекту в формате Burn to Earn, который в ноябре получил награду Best Exercise to Earn Game of 2022 на AIBC Summit. Фитберн учли ошибки Степан и переработали систему монетизации. Они активно занимаются маркетингом, являясь партнерами Мистер Олимпия и Фибо. Следующий крупный ивент с их участием называется The FitBurn и Мистер Олимпия Weekend и пройдет с 15 по 18 декабря в Вегасе. В криптосфере они заручились поддержкой проекта FireChain и Свисборг. Как заявляют разработчики, у них большой прогресс в разработке приложения. Релиз в начале 2023 года, а инвесторы вложили в проект 5 миллионов долларов. Также отмечу их нового адвайзера, криптогуру DaVinci15. Если вас заинтересовал проект Фитберн, то прямо сейчас проходит приватный сейл их монеты Кэлори Токен. Для участия нужно зайти в пул по ссылке в описании. Почему мы вообще обращаем внимание на то, что делает ФРС и как торгуются акции? С начала 2022 года первая криптовалюта и индекс S&P500 показывали высокую корреляцию. Фактически, торговались в одну сторону. Она была нарушена последние пару месяцев, но там дело не в том, что рынки отвязались друг от друга, и инвесторы не рассматривают их как единое целое в виде рисковых активов. А потому что скамов, TX и другие не самые лучшие истории отправили биткоин обновлять, но отдельно от акций. Эти же проблемы не позволяют нам сейчас хорошо расти вслед за акциями. Сейчас ситуация частично нормализовалась, и можно говорить о будущем возобновлении корреляции. Вопрос в том, будет ли дальше рост. Чуть больше, чем через 10 дней, а именно 13 декабря, выйдут данные по инфляции в США. И уже на следующий день пройдет заседание ФРС, на котором они примут решение о поставке. Месяц назад инфляция в США наконец-то упала ниже 8%, и это стало фундаментом для текущего роста. Хорошие новости пришли из Европы позавчера. Там инфляция тоже немного замедлилась и вернулась на 10%. И если этот тренд продолжится, тогда, конечно, банкиры могут оказаться неправы, и можно будет побрить их шорт позиции. Для тех, кто ставит на рост, важно, чтобы инфляция в США продолжила снижение. Особенно если она сделает это снова сильнее прогноза. Это будет сигналом на смягчение монетарной политики ФРС. То есть, они уже сейчас замедлят повышение ставки, а в будущем не будут поднимать ее слишком высоко. В таком случае нас может ожидать так называемое ралли Санта-Клауса. В цифрах это может быть порядка 4300 по S&P 500, а для биткоина возвращение в район 25 тысяч долларов. Причем для биткоина это также будет пробитие линии нисходящего тренда, которую мы начали еще в апреле прошлого года, когда достигли 64 тысяч долларов. Может ли быть еще больше рост? И станет ли такой рост сигналом на глобальный рост? Я не могу знать будущего, и только делюсь личным мнением. Но мировая экономика одной ногой уже в рецессии, и первый портал следующего года может стать крайне проблемным. Тут вам и войны, и коронавирус в Китае, где люди уже вышли на протесты против, и их приходится разгонять местной полиции в костюмах химической защиты. Да и ФРС все же продолжит повышать ставку дальше, пусть и медленнее. А МАЗ говорил, что для избежания рецессии им нужно не заморозить ставку, а перейти к ее снижению. При этом для последнего совсем нет предпосылок на данный момент. Поэтому если ждете быстрый бычий рынок еще в 2023 году, есть смысл поставить на кардинальное изменение политики ФРС. Сейчас они держат цель по инфляции на 2%, но если они повысят данный уровень хотя бы до 4%, это будет сигналом, что еще год или два, и мы увидим снижение ставки и включение печатного станка. Что же касается медвежьего сценария, который нам обещают банки, то сначала мы должны получить разочарование по инфляции. Например, она прекратит падение, или, чего еще хуже, немного подрастет. Это станет поводом для ФРС вспомнить про свою страшную сказку о липкой высокой инфляции на долгосрок и сохранить высокие темпы повышения ставки. В дальнейшем, отрабатывая эту новость и ожидание мировой рецессии, фондовый рынок может вернуться к минимумам этого года, а биткоин застрянет в боковике между 17 и 15 тысячами долларов. При этом я не жду пока массированного падения биткоина и остальных криптовалют. У скама FTX был и хороший момент. Мы уже обновили дно. Поэтому те, кто ставят на биткоин по 10 тысяч долларов, для них я пока вижу только одну вероятность. Конечно, при условии отсутствия новых громких скамов, когда на S&P 500 случится массовая паническая распродажа с целями, достойными настоящего кризиса. Минус 50% от текущего максимума. Сегодня тоже может быть высокая волатильность на крипторынке из-за публикации данных по рынку труда в США. Да, это тоже влияет. Слежу и сообщаю вам оперативно в нашем канале в Телеграм. Подписывайтесь по ссылке в первом комментарии. И ставьте лайк, если ролик был полезным. Спасибо за просмотр. Ваш Коэнпост.